Всем привет, друзья! И мы с вами, наконец-то, продолжим Кэнди Монор. Давно мы сюда не заходили. Вот нам выпал сундучок. Будем его открывать. Так, что нам тут надо сделать? Так, давайте. Нам надо пять этих собрать. Пять мишек. Нам надо пять мишек собрать. Так, давайте. Давно я не заходила, давно я не играла в Кэнди Монор. Давно меня здесь не было. Я все в Симов снимала челленджи. Ну, я думаю, вы видели. Кто не видел, переходите ко мне на канал. Смотрите. Я еще снимаю челленджи Симс 4. Прохождение. Сейчас пока прохожу психушку. Потом хочу остальные проходить. Поэтому я маленько забросила Кэнди Монор. Вот. Ну, сейчас вот решила базу обновить. Так. Что у нас тут? О, медвежонок один попался. Ура. Второй медвежонок у нас попался. Третий медвежонок попался. Отлично. Так. Все. Вот. Вот. Давайте. Все это проходится. Все отлично. Желтые. Так. Что тут еще нужно дальше сделать? Так. Вот это мигает. Вот сюда сделаем синие. Вот сюда красные сердечки. Вот сюда фиолетовые. Вот красные и желтые. Давай, давай. Потихоньку, помаленьку делается. Сейчас еще два медвежонка осталось. Два медвежонка сделаем. Вообще отлично. Во. Медвежонок есть один. Четывертый медвежонок. Нам пять осталось. Пять. Ой. Пятый медвежонок. Извиняюсь. Пятый медвежонок остался. А, кстати, забыла всем сказать. Всем приятного аппетита, кто кушает. И всем приятного просмотра. Вот. Кстати, расскажите в комментариях, как вы провели свой Новый год. Рождество. Кстати, всех с прошедшими праздниками. С Новым годом. И с Рождеством всех. Так. Мы собрали мишек. Мы прошли. Вот. Всех с Новым годом. Всех с Рождеством. Напишите мне, как вы провели. Я очень рада буду услышать, как у вас прошли праздники. У меня по-семейному дома. С мужем и детьми. И с отцом. Вот. Мама не смогла бы прийти, потому что она живет далеко. Вот. Но она потом пришла после Нового года. Учается. Вот. У нас в Казахстане Новый год. был, получается, до... Он был у нас до... Вышли все на работу 3 января. А дети отдыхали до 10 января. Каникулы были. Вот. Потом Рождество у нас выпало на воскресенье, как все вы помните. Воскресенье было, Рождество. Вот. Старый Новый год не является официальным праздником. Ну, мы его с друзьями с Анной Дмитрией. Кстати, да. С прошедшим Старым Новым годом. О! Здесь уже у меня 2... 2 мишки. Отлично. Шикарно. О! Потихоньку, потихоньку. О! Еще один медведь. О! Все! Мы сделали 3 медведей. Отлично. Видите, какая она у нас радостная и довольная. Так, что у нас тут дальше? Что нам тут дальше надо делать? Так, опять снудачок. Опять снудачок открываем. Так, 60 печенек. Ну, поехали. Поехали. 60 печенек. Раз, два, три. Ага. Улетели печеньки. 10 печенек улетели. Давайте дальше. Что у нас тут еще? И еще печеньки. Так. И еще печеньки. И еще печеньки. О! 29 уже печеньек. Отлично. 32 печеньки. Да это вообще шикарно. Вообще потрясающе. Мне это вообще нравится. 33. Тут чуть-чуть осталось. О! Ракета. Давай. Отлично. Пролетела ракета. О! Давай-давай-давай. Сейчас мы все быстренько сделаем. Все отлично сделаем. Все отлично сделаем. И будет у нас 60 печенек. Кстати, напишите, какая у вас погода. У меня, например, прохладно. Сегодня стало. До этого. Вчера, представляете, лил дождь. Погода была вообще мокрая. Даже не верю, что весна. Ой, господи. Зима. А вот казалось, что весна. Вот. Потому что все тепло. Все лилось. Все. Везде лужи были. Снег был весь мокрый. Короче, такая погода. Сегодня ударил мороз. Все. Мороз ударил. И это... Я сегодня в магазин пошла. И смотрю. Прям на льду. Такие следы. Короче. Замерзшие. Прям следы замерзшие. Прям видно эти... Как... Наступающие, замерзшие следы. И сегодня еще ударил мороз. Короче. Ну, занятия пока не отменили. В школах. Вот. Посмотрю, как завтра. Завтра еще сына в садик везти. Вот. Посмотрю, что как будет. Вот. О! 59. 59. Печенек так. Одну печеньку нам осталось. Одну печеньку. Одну печеньку надо взять. То есть сделать одну печеньку. И все. И мы с вами пройдем этот уровень. Так. Давай, 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 давай. Получится? Не получится? Получится? Не получится у меня ее туда запустить? О! А, нет. Не получилось. Ой, блин. Не получилось. Надо будет заново. Ну, ладно. Всякое бывает. Не хватило у меня чуть-чуть времени. Чуть-чуть. Не получилось. Ой. Извиняюсь. Записываю ночью. Поэтому, Манико, спать хочу. Уж мне извините. Так. Ну, давай, 29 печенек. Давай. А тебе получится. У тебя все. О! О! Да. Тяжеловато ночью записывать. Спать охота ужасно. О! Ладно. Ничего страшного. Главное, порадовать вас, мои любимые. Снять вам видео. Это самое главное. А выспаться. Не еще высплюсь. Где наша, как говорится, не пропадала. Вот. Так. Срок тропичинки. Отличненько. Срок тропичинь. Срок пять. Напишите. Пробовали вы играть в Candymanor? Не пробовали вы играть в Candymanor? А вообще вам нравится данная игра или нет? Тропичинь. Я, конечно, не сильный любитель игры. Три в ряд. Но я почему-то захотела для обзоров попробовать ее взять. Попробовать записывать видео по ней. Хотя, если честно сказать, я не сильный любитель игры. Три в ряд. Потому что, мне кажется, это, ну, как, самый простой. Ну, как, самая простая возможность игры. Ну, я не знаю. Это, конечно, мое мнение. Может, кому-то нравится в Три в ряд. Напишите, кому нравится в Три в ряд. Кто любит играть именно в Три в ряд. Так. Пять секунд. Так. Что? Прошли? О! Цветная бомба. Ну, опять я что не... О, господи. Что ж так... Не получается пройти. На, 6 печенек. И опять 6 печенек. 5 печенек. Какая-то замудрённая. Ой. Какая-то замудрённая. Какой-то замудрённый. Ну, уровень. Что ли? Чё ж так? Чё-то как-то замудрённо всё. Ну, ничего. Я думаю, мы быть их сейчас. Бог любит Троицу. Третий раз обязательно получится. Вот я точно знаю, что это получится. Я вот сто процентов уверена, что это получится. А вы как думаете? Третий раз у меня получится, не получится? Напишите у себя в комментариях. Напишите. Получится третий раз или не получится? А потом мы с вами дождёмся и посмотрим, получилось или нет. А, кстати, сегодня я видела жёлтых голубей. Ой, не голубей, воробьёв. Сегодня я видела жёлтых воробьёв. Когда-нибудь видела жёлтых воробьёв? Я даже не знала, что не существует жёлтых воробьев. Они были не коричневые, не такие, не пёстренькие, как обычно, а именно жёлтые. Я даже удивилась. Неужели бывают такие воробьи? Вообще интересно. Я, кстати, даже не погуглила. Ну-ка, сейчас даже погуглю. Мне потому что со мной стало интересно. Так. Жёлтые воробьи. Так. Ну-ка сейчас гугл, что мне ответит. Вот что об этом говорится в источнике Википедии. Жёлтый или золотой воробей – птица семейства воробьиных. О, я вам даже сейчас прочитаю, подождите. Про жёлтых воробьёв. Во. Я реально сегодня видел жёлтых воробьёв. Вообще красивые были жёлтые воробьи. Так. Жёлтый или золотой воробей – птица семейства воробьиных. Размер с домового воробья. Ну да, они такие же были размерами. Советский крашеный очень ярко. Голошей у них и не с тела ярко-жёлтые. Спина, крылья, хвост тёмно-коричневый. Самка очень похожа на самку домового воробья. Ну, светлее, а перей не приобретает. Не буроватый, а золотистый оттенок. Да, они прям, 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 если бы, я не знаю, если убрать вот эту жёлтизну, то они, в принципе, похожи прям на обычного воробья. Только жёлтые. Что, я опять не прошла? Господи, что за тяжёлый, это, тяжёлый уровень? Что ж так тяжело пройти-то его? Опять надо 60 этих выбирать. Да, вот, реально жёлтые, они прям, жёлтенькие были. Я сначала не поняла, почему они жёлтые. Приглядело, нет, жёлтые, реально жёлтые воробьи. Кто-нибудь в комментах напишите, видели ли вы тоже жёлтых воробьёв? Я первый раз видела тысячи воробьёв. За все мои, грубо говоря, вот у меня 21 века будет день рождения, грубо говоря, за все мои 35 лет я ни разу не видела жёлтых воробьёв. Я, кстати, их записала. Вот, кому интересно, если что, я оставлю ссылку в описании под этим видео. И можете перейти, посмотреть. Там, правда, плохо их видно, надо было поближе заснимывать. Сейчас я ещё раз посмотрю, может быть, получится приблизить, чтобы было лучше видно. Вот. Что жёлтые воробьи? Я даже не поняла, что такие есть. Я вообще даже не знала. Я даже удивилась, я думаю, как так, жёлтые воробьи? Оказывается, да, вот, жёлтые воробьи, они реально были жёлтые. Вот, что есть в природе. Оказывается. Так, живёшь, живёшь, я не знаю, что у тебя могут летать жёлтые воробьи. Видите, как. Вот. Так, чё у меня тут? 54? 54 печеньки я уже собрала. Интересно, дальше будут печеньки, не будут печеньки. Интересно, ещё какой-нибудь цвета есть воробьи? Мне прям стало интересно. Кроме как жёлтые. И обычные. Так, ну-ка, давайте погуглим. Каких цветов бывают воробьи? О, река она пошла. Чё, река она была? Ладно. Так. Чё, опять 60 печенек? Ну это чё ж такое? Ну твою ж, блин, налево я когда их пройду. 60 печенек. Или это разные уровни? Я маленько понять не могу. Похоже на один и тот же уровень. Господи, я чё, так долго его проходила, что ли? Здесь пока только про домовых воробьёв. Настоящие воробьи, домовые воробьи, домовые воробьи. Чё-то как обычные. Совершенно обычные воробьи. Без каких-либо. Без какого-либо этого пива. Так вот, эти необычные воробьи. Этиклопедия животных. Ну-ка, давайте почитаем. Может быть, здесь что-то интересное есть. Так, что-то у меня тут не открывается. Так, сейчас откроется, я сразу же прочитаю. Так. Так, а при чём тут моллюски? Господи. Всё. О, вот они воробьи. А, это я пролистала, нечаянно пролистала. Извиняюсь. Ну, домовой воробей, это как обычно. А, вот каштановый воробей. Такой каштановый. Это цвет каштана. У него такой красивенький тоже. Вот, жёлтый воробей. Потом белые воробьи бывают. Какое разнообразие. Какое разнообразие, как говорится, в семействе воробьиных. О, это какой? Какой-то он. А, это он с тарсокубкой. Обычный воробей, это с тарсокубка. Господи, опять 60 печенек. Ух ты ж. Чё ж так много? Опять. О. Цеметы самка пустынного воробья. Они как будто, знаете, песок. Наверное, поэтому пустынные. Под цвет песка. Такие, это... Белый песок. Как в фильме. Белый песок пустыни. То же самое и здесь. Кто видел белый песок пустыни? Напишите. Как вам фильм? Понравился, не понравился? Я помню только момент. Гульчатая от Крыличка. Вот это хорошо помню. А какие моменты вы помните? Напишите в комментах. Так, снежный воробей. Ну, такой как. Обычный, пёстынкий, только голова у него серенькая. Наверное, поэтому и снежный. Гнездо прям в кактусе выдолбили. Ну, или как там, клювом создали в кактусе дырочку. И в кактусе поселились. О, что, умные, умные. Нет, зачем на жаре сидеть? Можно вот в кактусе. Красота. И всё, и красиво, и хорошо. И не солнце пустынное не обжигает. В кактус залез, и всё, и готово. Вообще отлично. Я бы тоже кактусе жила, если бы он мог служить мне домом. Если бы он большой был. Или я бы маленькая. О! Сделали гнездо в этом светофоре в старом. Вообще молодцы, птички. Вообще умные. Правильно? Хочешь жить, как говорится, вертеться надо. Хочешь жить, умею вертеться. Во, точно. А так и надо. Вы тоже напишите, что необычного вы видели. Я, конечно, в реальности не видел никогда такое. Но это тоже прикольно. Сейчас я не как скажу, что это было снято специально там для фотографий, для хайпа. Я имею в виду не видео моё, конечно, а те фотографии, которые я вам рассказывала. о гнезде в светофоре, о птицах в кактусе, которые гнездо там себе пробивают. Да, я, конечно, соглашусь. Может быть и такое. Я даже не спорю. Всякое может быть. Да, может быть, специально там продолбили дырочку в кактусе. Это, да, воробьё посадили и это всё сфоткали. Да, это я ничего не говорю. Такое тоже может быть. Ой, извиняюсь. Такое тоже может быть. Все мы люди и все мы хотим, как, получить известность, а такие изображения, они очень хорошо получаются. Это привлекает людей. То есть, очень много людей на это отрагивает. Да. Но так же нельзя отменять, что это может быть и... Что это может быть и правдой. Это тоже нельзя отменять. Мы не были там, мы не знаем. Поэтому везде, как говорится, 50 на 50. Поэтому так что пускай. Вот. Как говорится, всё увидено и всё сказано, надо делить на два. Ну, главное, фотография прикольная-прикольная. То есть, фотографии прикольные-прикольные. Всё. Для меня это самое главное. А они... Там. Правда это или нет? Извините. Мне как-то то, что... Там. На самом деле эти воробьи не сидят в кактусах, мне эта жизнь никак не поменяет. Поэтому я спокойна. Вот. Поэтому. Кто будет писать, что это неправда? Вот. Я высказала своё мнение. Соглашаться или не соглашаться вам с ним, как-то вам уже решать самим. Как говорится. Так. О! У меня уже 46 плечаек и 60 осталось. Так. Чуть-чуть осталось. Я надеюсь, я это пройду. Вот этот уровень. А то мне уже... А, нет, это другой уровень. Так это другой или это тот уровень? Я, блин, уже запуталась, если честно сказать. Тот это уровень или другой это уровень. Вот реально уже начинаешь путаться. Потому что все уровни одинаковые, все уровни похожи. С этими три в ряд. Это не тогда, когда челлендж проходишь. Но хотя... Сейчас у меня челлендж психушкам хоть в одной локации, но там само, понимаешь, где было, где не было. Где это, где это. То есть как бы все равно там чувствуется. Все это. А здесь такого нету. Здесь получается все время. Вот опять 60. Я уже их прошла. Или я их уже не прошла? Блин, у меня уже голова взрывается. Я понять не могу. Прошла я, не прошла. Еще и спать хочу. Вот. Еще и спать охота. Еще и записывать надо. Ох. Да. Тяжеловато. Чашка, чашка. Тяжко. Когда походится вот так. Что и записывать надо. И пытаться не уснуть. Это очень чашка. Ох. Ой, господи. Спать. Охота спать. Больше, чем играть. Я уже эти 60 печенек видеть не могу. Чужо они так тяжело убираются. Такое ощущение, что это все-таки Три разных. Эти. Три разных уровня. Вот и все. Поэтому так получается. Просто кажется, как будто один уровень. На самом деле это три разных уровня. А вы как думаете? Это разные уровни? Один уровень? Или я, блин, такая дура. Я не могу пройти один уровень стойкого времени. Хотя он легче легкого. Вот. Все кого знает. А то я уже начинаю предназначать третий вариант. Что я просто труба не могу пройти. Потому что мне уже надоели эти три врат. Я даже не знаю. Кстати, кто смотрел мое последнее видео с челленджа, напишите, как оно вам понравилось, не понравилось. Устроило, не устроило. Что бы вы хотели заполнить. Что бы хотели изменить. Как вам вообще прохождение данного челленджа? Вообще, и что там? Да как там? Нравится, не нравится прохождение? Ну, напишите короче мне. Мне просто интересно ваше мнение. Нравится, не нравится? Буду рада очень услышать вас. Ваше мнение. Тоже будет очень приятно. Вот. Сейчас стараюсь. Записывать. Ну, не всегда получается, потому что сын может быть дома. Это скандалы. Это ругань. Это о! У детей. Это шестер, я ничего не могу записать. Ну вот. Поэтому тяжеловато. Для этого, когда Костя, младший сын, в садике, я туда и записываю. Вот. Кто напишет свое мнение. Как вам? Да, я знаю, что качество звука страдает. Запись страдает. Это я все прекрасно понимаю. Это я все прекрасно понимаю. Извиняюсь. Это я все прекрасно понимаю. Просто у меня сейчас нету возможности купить более совершенный микрофон, более совершенный компьютер и более совершенную программку для записи экрана. Там озвучивать вот это все, к сожалению, пока нету. Вот. Как только будет, я сразу все сделаю получше, чтобы было качественнее. Вот. А пока простите. Ну, пока только так. Ну, я надеюсь, вы не обидитесь на меня. Будьте спокойны. Смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Как только я сразу куплю себе. Я вообще, если честно сказать, я бы уже хотела компьютер прокачать, потому что мне кажется, это из-за того, что компьютер виснет, не тянет. Из-за этого еще и хуже становится. Поэтому в первую очередь нужно будет компьютер прокачать. Ну, нужно будет компьютер прокачать. И тогда, я думаю, все нормально будет. Тогда, я думаю, у меня все пойдет. И программки разные, и все остальное пойдет сразу же. Стоит мне только прокачать его. Как только прокачаю, все будет отлично. Я думаю, сразу ничего не начнет виснить. Все будет идти. Вот. А, еще, кстати, напишите мне, пожалуйста, Что вам больше нравится, прохождение челленджа «Психушка» или, вот, игра «Кэнди Монор». Потому что «Кэнди Монор» я записываю с телефоном. Оно, в принципе, не висит. Я его озвучила уже потом, после записи. Вот. Поэтому там и проще. А здесь такого нету. Здесь приходится вот так, получается. Здесь приходится записывать. Вот здесь проще будет. Нежели чем на компьютере. Там пока все это запустишь, пока ты все делаешь. Вот. Что он бывает подвисает. И здесь его. Человек тянется. Вот. А здесь они у меня, получается, игрушка. Сразу на телефоне я ее открыла, включила, записала. Даже если со звуком. Ну, в смысле, я имею в виду, даже если дети бегают. Потом удалила звук. И записала уже поверх звука свою реакцию. Вот так. Что я там еще до сих пор не прошла? Господи. Ну, мне не рад, что. Нелли обзор. О, я что, выиграла? Что, 60? Ура! Вот мы с вами и прошли. Отлично. Всем спасибо, что меня смотрели. Всех люблю. Всех рада была слышать и видеть. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, что вам нравится, где вы все проводили, где праздники. Вот. Всем большое спасибо, что смотрели. Всех люблю. Всем пока-пока.